ребят всем привет сегодня суббота сейчас с надей находимся у дороги решили тут немножко себе цветочков собрать да не не в красной книге в общем мы едем к найдиным родителям как я и говорил когда-то на видео что мы поедем к найдиным родителям вот мы собрались едем на нашей бусинки вот она стоит на аварийке свет кстати забыл выключить в общем сейчас нарежем немножко цветочков и поедем дальше решили остановиться ну во-первых передохнуть во вторых просто там какой-то толстяк жирный перся на грузовике и за ним ехать 60 километров в час это конечно жутко видите мы загрузили бусинку по полной тут вещи наши сюда положил этот все сейчас поедем дальше можешь положить в салон на машине ехать кайфово скорее всего ничего слышно не будет потому что я когда в прошлый раз проверял запись с камерой и на не было слышно просто нет и все в общем ребят сделали вторую остановку для того чтобы сами понимаете для чего осталось нам ехать 27 километров мы уже обширонск проехали вот ну что полет нормальный в принципе машина нас везет все хорошо только единственное чего что сказать вам хочу дворники которые сейчас у меня стоят они вообще ужасные в ужасном состоянии их нужно менять вот и ну короче нужно будет выделить денежку для того чтобы купить дворник сзади машины едут в общем ладно надежно пришла будем выдвигаться вперед а а а а а а и а и а Ну что, мы уже приехали, покушали, в общем, пообщались. Я тут решил поковыряться с колесом, взял с собой самокатное колесо. Здесь на столике я расположился, уже разобрал само колесо. Вот покрышка, вот камера, которая где-то... Так, сейчас попробуем найти, где у нас прокол. А чтобы найти, мне нужен насос. А насос у меня в машине. Сейчас пойду возьму. Так, ну что, вот мой СССР-овский насос. Сейчас. О, вот он. Сейчас попробуем качнуть. Подождите. А вот так, наверное. Раз. И он зажимается. Скорее всего. Так. О, я нашел. Ну все, место прокола я нашел. Такое оно солидное. Ну что, вроде я сделал все, что смог. Заклеил камеру. Она должна немножко постоять, высохнуть. В общем, положил ее на стол, прижал кирпичом. Подождем, пока высохнет. Подождем, пока высохнет. Наверное, уже, скорее всего, завтра я соберу колесо и посмотрим, будет оно держать, не будет. Я думаю, что будет. Вот. А сейчас, наверное, мы с Надей пойдем прогуляемся. Сходим, наверное, на речку. С собой я никакие там спиннинги не брал. Ну так, чисто сходим прогуляемся, посмотрим, что да как. Пойдем. Параклически подошли уже к речке. Да, только тут какие-то заросли. В прошлый раз, когда мы здесь были, такого не было. Не, ну осень, что. То мы летом были, а сейчас осень. Какое у нас сегодня? Второе или третье число? Третье, по-моему. Да, сегодня 3 октября. 3 октября Надя в шортах. И майке. Ну и я тоже в майке, потому что, в принципе, тепло. Да, тут такая, конечно, дорожка. Но хорошо, что она есть. Хуже было бы, если бы ее не было. О, сами видите, что сзади. Ну тут, как всегда, как и в прошлом видео, когда мы были в Куринке с Надей, я вот тут перешагивал, здесь железная дорога была. Так, идем дальше. Ё-моё. Ох. Ну тут прям уже заросли такие. Я не знаю, дальше мы пройдем, не пройдем. Тут прям конкретно. Такая дорожка. Надо прям аккуратно идти, а то можно упасть. Ну, я уже слышу шум речки. Что, боишься? Давай я сначала пройду, а потом тебя. Давай. Давай руку. Все, аккуратненько, потихонечку. Тихо. Да. Мужчина должен идти первый. Мужчина должен вести свою женщину. Ну, а здесь вот немножко посложнее. Кстати, у меня батарейка садится на камере. Что-то как-то надо было на зарядку поставить, я не поставил. Оп. А, ты тут спустишься? Нет. Ну вот. Вот, ребята, вот вам и речка. Такая же, как и была в прошлый раз. Нет, она обмелела. А, обмелела. Да. Вон впереди камень. Так, ладно. Батарейка садится, поэтому сейчас поснимаю какие-нибудь красивые кадры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Около речки. И у меня просто вот, просто все мысли, какие у меня есть, негативные, там, позитивные, да, они просто уходят на какой-то второй план. И я не знаю, вот мне хочется творить. Понимаете, как на меня влияет природа, да? Сразу какие-то глобальные мысли появляются. То есть, я такой человек, что я не люблю мыслить мелко. Если я что-то задумываю, то я обязательно этого добиваюсь. Может быть, не через год, не через два, там, как планирую, но я обязательно добиваюсь того, чего я хочу. И вот понимаете, ребят, совсем недавно у меня не было ни водительского удостоверения, ни автомобиля. И мы сидели с Надей вот год назад здесь вот на речке, на этой мы купались. И я говорю, Надь, вот в следующем году мы приедем сюда уже на машине к твоим родителям. И мы реально приехали на машине. То есть, понимаете, нужно мыслить и нужно визуализировать свои мысли, чтобы добиваться того, чего хочешь. Чем ты будешь жить, то у тебя и будет. В мыслях прежде всего. Ну, и, конечно же, нужно идти к своим целям. То есть, не просто, как бы, думать, гадать, там, размышлять. Надо обязательно идти к своим целям. Вот сейчас у меня глобальные цели. И я не буду говорить, какие они. Вы потом узнаете все равно об этом. Самое главное – это поставить цель, написать ее на бумажке и поставить у себя ее в голове. И идти. Пусть медленно, ползком, но идти. Луна в тумане. Блин, комментатор от бога называется. Такой туман прям опустился вечером. Жесть. Просто ни черта не видно. А ну-ка, а если фокус? Оп. Вот фокус. Но все равно это не меняет того, что жутчайший туман. Вон луна. Там тачка едет. Всем добрый вечер. В общем, сегодня понедельник. Вчера я ничего не записывал. Мы как поехали домой. Уже камеру я не доставал, ничего не включал. Как бы, ну что, доехали. Дорога та же самая была. Заехали в Мегу. Вернее, не в Мегу, а сейчас я скажу вам, как этот магазин называется. Ну, сначала мы хотели в Мегу заехать, а потом решили, что поедем в Декатлон. Вот точно. Так магазин называется, спортивный. Купили вчера Наде кроссовки мне. Купили куртку, шапку новую. Ну, потом, может быть, когда я буду куда-то идти, когда будет прохладно, я покажу куртку, покажу шапку. Кстати, хочу отметить то, что мне, допустим, тяжело найти шапку нормальную. В какой бы я магазин ни заходил, ну, где более-менее такие шапки недорогие, там, до 1000 рублей, да, они обычно какие-то убогие. Я их надеваю на голову, и у меня то, как носок они, то, блин, где-то тут сминаются, где-то там, здесь. И, в общем, невозможно нормальную шапку найти. А в спортивных магазинах хорошие шапки, вот в Декатлоне, я сразу же нашел. Между прочим, шапка 250 рублей стоила. Она двухсторонняя. Так что такие дела. Ну, и куртка тоже осенне-весеннее, потому что зимняя у меня есть. А легенькой такой нет. У меня вот моя мастерка синяя, да, но она тоже, как бы, каждый раз ее носить, постоянно надевать тоже не очень прикольно. Хочется и менять. Так что вот так. Ну, ребят, что еще вам можно рассказать? В общем, вчера, да, я вам не показал. Я наполировал капот, крышку капота. Надин папа дал мне пасту, специальную полироль. И я тряпочкой, тоже такой специальной, в общем, сначала чуть-чуть, потом еще больше и больше, и в итоге у меня получилось весь капот отполировать. Хочу еще отполировать потом крышку багажника. Не знаю, когда будет время. Сегодня прям вообще такой загруженный день был. Пытались сегодня с Надей съездить, ну, вернее, как пытались, пытались сделать прививку. Съездили в нашу поликлинику, и как бы мы уже приехали под конец моего обеденного перерыва, ну, где-то там в минут 40 мы уже были в поликлинике, и там знали, когда можно будет сделать прививку, со скольки до скольки их делают, в каком кабинете, как вообще туда попасть. Но людей просто нереально было в регистратуру, поэтому ждать мы больше не могли. Вот хорошо, что хоть уточнили, во сколько можно прийти. В общем, завтра надо будет, наверное, попробовать сделать прививку. К 2 часам. У меня перерыв в 2 часа. Где-то вот так мы в 2 выйдем ровно, и надо будет завтра сделать прививку от гриппа. Ну и ладно, ребят, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, если не поставили. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Пишите комментарии, что бы вы хотели видеть в моих влогах. Больше путешествий, больше о машине, там каких-то интересных фактов, может быть, ремонт там и так далее. Так что все, всем пока. Продолжение следует...